Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня наконец-то наступило тепло и мы с вами рассмотрим такую тему, как выращивание базилика в открытом и защищенном грунте. Дорогие друзья, базилик это растение теплолюбивое, не просто так он и назывался всегда риган, потому что это наименование с Армении пошло. Там очень тепло и всегда выращивался базилик там, а у нас все-таки в средней полосе России прохладно и год от года не угадаешь. В прошлом году в открытом грунте у нас был замечательный базилик, мы не могли просто им нарадоваться, но это был 2016 жаркий год. У нас и дыни и арбузы, все росло как на дрожжах. А сейчас, вы посмотрите, прошло уже 55 дней от всходов нашего базилика. Сейчас середина июля 2017 года. Посмотрите, какие редкие всходы, какие маленькие растения. Так им не хватало питательных элементов, было слишком холодно. Они не усваивали питательные элементы, растение не росло. Они остановились полностью в росте и только сейчас как-то эти день колыхнулись. И я думаю, что хорошего урожая мы уже не дождемся. Вы посмотрите, какое слабенькое, какое маленькое растение. Но это разве базилик? Да мы такой базилик в прошлом году с вами в июне месяце в начале наблюдали. И то всходы были идеальны. Так мы эту грядку даже накрывали пленкой. Мы замечательно внесли сюда столько полезных элементов для растений, что мама дорогая. И то он не растет. Базилик это все-таки теплолюбивое растение. Хоть и это очень хороший сорт под названием рози, это просто прекрасный базилик. Я думаю, что многие из вас уже его сажали. А в чем замечательная особенность этого базилика, я сейчас вам покажу в теплице. Пойдемте. Дорогие друзья, но вы посмотрите на эту красоту. Это тот же базилик рози, посаженный, как я сказал, 55 дней назад, вернее 55 дней прошло от всходов, посажен он еще раньше. Но тут совсем другая картина. Вот что значит тепло для базилика. А вообще мы с Николаем Петровичем проводили эксперимент. И очень удачный. Мы рекомендуем начать выращивать базилик еще раз садой у себя на подоконнике. И тогда вы получите в июне месяце замечательный базилик. А какой его запах? Мы сейчас говорим о фиолетовом базилике. Вот он, посмотрите. Тут же у меня еще и зеленый посажен. Тоже очень замечательный базилик. Видите, как он выглядит в защищенном грунте. Но сейчас мы говорим с вами о базилике под названием рози. Но не прелесть? Есть разница между базиликом в открытом грунте и в теплице? Причем вы можете сажать этот базилик как промежуточную культуру. У вас же остается место между томатами, между перцами, между баклажанами. Он прекрасно растет. Зачем это место оставлять под сорняки? Сажайте базилик. Это полезнейшая культура и вы будете довольны. Дорогие друзья, с вами был, как всегда, директор агрофирмы Партнер Блокин-Мечтарин Василий. До скорых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!